Приветище, это Забиостров, и мы продолжаем помогать здешним лягухам, жабам и оскалютам. В прошлой серии мы много всего переделали, но до сих пор не можем побороть леди, которая носит голову чучел. Ну это просто катастрофа какая-то. Мне уже предложили, знаешь что, типа, ну возьми ты улью с пчелами и кинь в нее. Я думаю, может это реальная идея, она испугается и бросит голову чучела и убежит. А, вот она ходит, вот он. Все мои приблуды, которые я здесь собирал, они опять исчезли. Мадам, смотрите, на тебе вам, улей, 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 бери, на тебе. Нет, это не сработало. Ладно, мед нам все равно понадобится, пускай лежит здесь. Короче, когда я перезахожу в игру, все сбрасывается и все по-новому приходится собирать. И скорее всего монету. А, он говорит, рыбу мне принеси колючую. Ого, вот это обмен. Вот это поворот. А где же я такую рыбу колючую-то найду? У рыбака. Рыбак же ловит рыбу. Наверняка он там поймал колючую рыбу. И заодно пойдем посмотрим, мост ли построился и как вообще там процесс идет у нашего строителя. Приветик. Кусочек моста уже здесь есть. Здорово, здорово. В принципе, я уже, наверное, с пойлом смогу перепрыгнуть. Рыбачок. О, перо. Перо точно, мне же еще перо нужно. Странно. Нет рыбака. Рыбака нету. Видимо, непогода сегодня для рыбалки. Еще только сколотали, надо сбежать. Точняк. Мы же у него перо хотели стырить. Эй, я притащил то, что ты хотел. Подожди, только не падай. Это ледяной цветок. Держи. А ты мне перо. Что, разве ты не ледяной цветок просил? Подожди, в смысле? Вот ледяной цветок. Ты же его просил, нет? Давай поболтаем, я не понял. Здорово. Ты что такой счастливый-то? Ааа, подсолнух даже левый тебе нужен был, а не вот это вот все. Не подходи ко мне, не подходи. А то я тебе сейчас гантели заряжу. Опа, сработало. О-о-о, пошли. По жестяному уж бану ему прилетело. Так, значит, ему нужен подсолнух, да? Да какой-то непростой я. Подождливый подсолнух. От дождя. Но, блин, подсолнух под дождем, он превращается в сопли. Может, на другом острове у нас есть? Сейчас попробуем, короче, бахнуть с тобой пойло. И перепрыгнуть на ту сторону острова. Выпиваем. И побежим. Стой, 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 стой. Кружка нам понадобится. Смотри, что еще придумал. Бежим, 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 бежим. Не сработало. Как-то странно. Почему не сработало? Я хотел, короче, кружку потеряю и перепрыгнуть вот так вот. Хопа. Но не прокатило. Ладно, давай без ускорения просто попробуем перепрыгать. Во! Видал? Вот без ускорения получилось. Давай посмотрим, что на этом острове. Что от нас скрывает. Это таинственный остров, на который нас сразу не пустили. Хм. Как тут все очень интересно. Какие-то... О! Сейчас встанем. Кажется, это старт. Да, похоже на старт. Надо найти теперь финиш. О-о-о, смотри. А, нет, блин. Я думал, здесь финиш. Такой коротенький забег. Но нифига. Птицы. Здрасте. Здорово. Как у вас дела? Я могу вас поднять? Я могу птицу утащить. Правда, я ее утопил, походу. Прикольно. Птица, птица, птица. Фух, слава богу, она вымернула. Я уж побоялся. Короче, птицы эти меня гоняют, когда я краду птицу. Ладно, все-все-все. Я отпустил, я отпустил птицу вашу. Все, хватит, хватит меня гонять. Беженый птицкий. Птицкий. А где яйца? Мне бы одно яичко у вас взять, чтобы перенести на тот остров. А то у нас там совсем птиц нету. Вот яйцо, я пишу, я пишу яйцо. Но проблема в том, что пока нет моста, я его никак не перенесу. Яйцо хрупкое, я могу его разбить, скорее всего, да? Так, так, так. А-а-а, ты что? Вы что натворили? Он меня клюнул под жопу, я выронил яйцо, и оно... Ну, ты сам видишь. Оно превратилось в омлет. Сырой омлет. Так, перо? Перо? Так, минуточку. Кажется, кажется, нам никто и не нужен, например, расколотый тот, чтобы попросить у него выпросить это перо. Мы можем сейчас это перо как-нибудь на тот остров перекинуть, если мы это, конечно, сможем сделать. Ясно, здесь, короче, есть яйца, есть перо. И может быть что-то еще, я просто не все обижал. Это финиш, это финиш. Я наконец-то его нашел. О, блин, еще один финиш, смотри, только другого цвета. Их тут, оказывается, несколько, значит, забегов будет. О, все, я уже спать захотел. Пора, баеньки. Так, нам сейчас нужно что сделать? Нам нужно сейчас прыгнуть и кинуть. Эх, нет, не получилось. Перекинуть не получилось, к сожалению. И перо наше утопилось. Эх, а шансы были. Ладно, короче, ждем пока мост построится. Как раз посплю, и там мостик уже побольше отстроится. И узнаем про сон, что я дальше делал со своим цветком. Почергачу нужна. Вот так вот. Все, давай дрыхнуть. Давай-давай-давай, садись на костер, грей свой попец. И засыпай. Ой, как у меня колбасить-то страшно. Трясусь от холода, наверное. Так, минуточку. Минуточку. В смысле, мы с ней плывем. Что-то как-то история перемешалась. Не кажется ли тебе? Ого. Спасибо, что жемчуг прилетел. Спасибо, я... Забавно как-то. Я так его искал. Ну, как бы я его не искал, он мне не нужен был. Но все равно, спасибо. Рыбу бы еще колючую мне кто-нибудь подкинул. Какой прекрасный день. Замечательно просто. Тут все так срастается. Мне кажется, я чувствую, что сегодня день удачливый. Мы что-то сегодня успеем сделать. Очень важное для нас. Или не для нас. Где у нас центральная улица? Надо жемчуг положить в мою коробочку. Коробочка, коробочка. Вот сюда. Ну, а с кольцом? С кольцом. Пойдем, короче, посмотрим, что там у нас с мостом. И нужно еще разобраться с домом. Там нарисован домик какой-то по заданиям. И вот непонятно, что за домик, что с ним делать. И такого дома, кстати, я здесь нигде не видел. О, да, уже побольше стало. Интересно, а просто перепрыгнуть я смогу? Иди сюда. Просто перепрыгнули. Простите меня. Ну, вы же лягушки, вы умеете плавать. Ничего страшного, что один у вас упал в воду. Так, пойду я еще раз за пером сбегаю. Вот, грибы, кстати. Можно попробовать посадить. Значит, срываем грибок. Я, правда, камень хотел положить туда, но ничего. Сейчас первую лунку найдем. И положим туда грибок. Здорово, птички. Здорово. Ах, сегодня я пришел не за вашими яйцами. Так что спокойно, спокойно. О, до сих пор скорлупа валяется от того разбитого яйца. Вот эта птичка потеряла свое яичко. Как все складно. Как будто рэпер. Я рэпер. У меня все складно получается. Два пера уже лежит. Отлично. Так, а куда бы мне воткнуть мой мухомор? По всей видимости, здесь негде. Ладно, пойдем, пробежимся чуть дальше. И вернемся. А, вот. Вот, и вернемся за пером. Ох, нифига. И реально, вы были правы, ребята, кто писал в комментарии про грибы. Это... Ясненько, ясненько, для чего они нужны теперь. Просто попрыгашки у нас вырастают здоровые. Ну, надо сейчас попробовать все-таки перо перекинуть. Там уже мост побольше стал. Так что вполне вероятно, что и получится перекинуть. Я, правда, утоплюсь, конечно же, опять-таки. Ну, ничего страшного. Можно пожертвовать с собой еще разок. Я думаю. Для выполнения миссии. Да не ты! Ты мне не нужен. Птица схватил. Перо, 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 перо. Главное, перо не выронить. Подожди, перо сейчас положу. Возьму вот эту штуку и попробую просто перекинуть. Получится, нет? Ну, в принципе, если аккуратненько попробовать, давай. Давай-давай-давай-давай. Да ты не то сделал, тупица. Тупица. Ты не то сделал. Эх. Интересно, с пчелиным ульем прокатит, так нет? Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ай, без пчелиного улья я, кстати, мог перепрыгнуть. Ну, просто с ульем, по-моему, я быстрее бегаю. Пойдем сейчас попробуем тогда грибочек подкинуть. Сейчас у нас тестовые броски пройдут, чтобы убедиться, что все прокатит. Что все у нас получится, как надо. Так, я вот стою. Оп. Ну и что это за бросок? Как кто тебя учил назад кидать? Вперед надо кидать? Угу. Угу. Давай сейчас попробуем просто перепрыгнуть с предметом. Да, все получается. И, а, а, туда не получилось. Короче, с той стороны получается, если прямо вот с краешка прыгать. Все, бежим. Вот, смотри. Смотри, смотри. Вот что это за дом такой? Я его вообще не видел. Где его видно? Это дом невиданный. Короче, реально с ульем я бегаю намного шустрее. Очень шустро. Прям как с пойлом. Кстати, насчет пойла. Давай перепрыгнем. Я же могу забег устроить и пробежать его быстренько. Вот первые ворота. Зеленые ворота я знаю где. Прижали мы их находили в прошлый раз, когда я тут бегал. Но не знаю, удастся ли мне туда добежать так быстро, как я хочу. Сейчас попробуем. Давай, 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 давай. Спринтуй. Ульи должен нам помочь. Придать беженую скорость. Ну, кажется, походу у нас это не прокатит, не получится. Вот сюда вот забегаем. Вот сюда вот отбегаем. Вон туда нам забегаем. И тут вот перепрыгнуть просто нужно. Эх, чуть-чуть не успел. Короче, все дело в грибах. Нужно грибы сюда положить и все. Притащил, короче, сюда этот грибочек. Ну, давай же, запрыгивай. И сейчас вот с ним-то у нас должно получиться. Все должно выйти. Притащил, короче, на забег еще с собой ракету, чтобы бежать было быстрее. Итак, на старт, внимание, марш, побежали. Включаем ускоритель. И он уже сдулся, и я, блин, споткнулся. Все пошло не по плану. Так, у нас тут есть еще один ускоритель. Сейчас его схватим. Бежим, бежим, бежим. Давай быстрее, блин. Ну же, ну же, ну же, где эти грибы? Не запрыгнуть надо. Вот тут, вот тут. Давай, давай. Опа. Да. Я финишировал, финишировал. Все. Все у нас получилось. Да же? Ну да, вроде все получилось. Слушай, вот тут вот нет какого-то дома. Вот фундамент есть, а дома нет. Может, мне здесь дом построить надо? Тут какие-то деревяшечки лежат. Подожди, дай-ка я сюда вот их попробую. Не. Не. Может, сюда рабочий придет, будет потом достраивать дом, и мне нужно будет ему помочь? М? Не знаю. Короче, вопрос number one. Что за дом нужно здесь построить или что с ним сделать вообще нужно? Либо отмыть, либо помочь отремонтировать. Шишик знает, что, короче, нужно делать. А, еще спать я не хочу, поэтому... А вот теперь захотел. Давай. Продолжение истории. Нужно узнать, что происходит вообще, собственно. Почему я опять на корабле плыл вместе со своей подругой? А, ситуация опять повторяется. Все понятно. По всей видимости, сны у нас кончились, и они теперь показываются рандомно. И заново. О, здорово, лягуш. Ты что, все построил? Денег? Ты что, денег хочешь? А, вот дом, наконец-то. Дом, 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 дом. Говорит, ему нужна монета, чтобы построить дом. Ну, на что. Ну, круто. А мост, получается, ты достроил. Да. Ого, наконец-то. Теперь мы без проблем можем тут прибегать. И можно сходить, наконец-таки, без проблемно за пером. И не париться о том, что я его не докину. Давай, полетели скорее туда. Блин, сейчас же дождь идет. По всей видимости, рыбака я не застану. Это грустно. Блин, сюда еще нужно грибок притащить. Точно, точно, точно. Да. Рыбака здесь нету. А вот он стоит. Вот ты где. Здорово. Я притащил тебе перо. На. Можно я веревку заберу? О, спасибо. 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 Так, ну все. Он теперь будет рыбачить. И есть возможность, что он поймает колючую рыбу. Чтобы обменять ее на золото. И вроде бы как будет ок. О, грибочки. Подожди. Веревочку я здесь положу. Надеюсь, она никуда не укатится. А грибочек мы сейчас поставим туда. Смотри, смотри, смотри. Вот гриб. Вот гриб. Он должен прокатить. Он такой, ого, нифига. Да ладно, гриб прокатит. Ну давай, показывай. Бабум. Ну что, ты доволен? Реально гриб нужен был. И все, он уходит. Все. А, он снова берет бинокль. И смотрит на тот остров. А что ты там смотришь? Что ты там увидел? А, он птиц высматривает с яйцами. Ну, ок, высматривай. Это, короче, какой-то исследователь. Во всей видимости. Пойду за веревочкой. Наконец-то веревочка у нас собралась. Так, а где ее ставил? А где я ставил веревочку? Веревочка. Кажется, здесь же. Где-то же здесь. Вон она. Фух, я уже думал, веревку потерял. Я бы себе не простил. Хотя веревок здесь достаточно. Вон, на каждом мосту есть по веревке. Тихоря его отрезал где-нибудь, да и все. Так, здесь вот тоже можно грибочек поставить. Давай это сделаем. Почему бы нет? Раз рядом грибы растут. Ну что, мой кораблик? Почти я тебя и починил. Все, отличная оснастка. Я починил кораблик, что ли? Серьезно? У меня тут все работает. Подожди. Мне можно сюда сейчас положить цветок? И я уже могу отсюда свинтить? Серьезно? Это правда? Тамбло. Мой миленький тамбло. Или моя миленькая тамбло. Да, моя миленькая. Так, будет правильно. Так, ставлю цветок. А, дождь. В дождь не прокатит. Надо в солнечную погоду отбывать. Ну ладно. Я, короче, думаю, дай-ка я почитаю достижения. Че я там сделал, че не сделал. И наткнулся на такие достижения, как кустопримечательности, городская жизнь. Кустопримечательности, глупенькие птицы. Кустопримечательности, видели все. То есть, мне нужно взять цветок и вместе с ним побегать везде-везде-везде, чтобы цветок видел все, что видел я. Как бы, ну мы же типа путешествуем с подругой. А то подружка-то у меня все сидит там на пляже возле лодки. И она ничего не видела, выходит. Поэтому нужно взять кустик. Кустик, идем со мной. И показать, например, город хотя бы. Потом сходить к птицам, птицам показать, что у меня есть кустик. Правда, я надеюсь, что они не склюют мой кустик, а то это будет печально. Ну, в общем, пошли показывать достопримечательности. Вот, собственно, там был город. Город посмотрели, да? Все хорошо. Пойдем теперь посмотрим на птиц. Вот здесь вот у нас есть кузнец. Кстати, такой мощный кузнец. Мощный лягук. Сейчас тебе покажу мост, который мы отремонтировали. Вот, смотри. Ну, точнее, не я ремонтировал, но я помог найти инструменты, чтобы отремонтировать этот мост. Пойдем я тебе покажу руины. Тут где-то много руин, на самом деле. Я даже не знаю, какие из них я тебе показать хочу. Ну, тут их просто неимоверное количество. Вот, например, смотри, вот такие вот. Вот, да. Кустопримечательности древней руины. Есть такое дело. Теперь идем к птицам. Смотри, вот птички. Вот птички. Птички, привет. Смотрите, какой у меня кустик замечательный. Вы за мной что-то бегаете теперь? Так, я не понял. Я вроде бы птичек тебе показал, но что-то достижение нам не засчитывает. Вот, засчитали. Глупенькие птицы. Есть такое. Спрыгиваем отсюда. Надеюсь, куст я крепко держу. Но это все равно выпало. Все равно выпало. Так, подожди, а есть ли рядом с птицей положить кустик? Подожди. Вот так вот я его положу. Он подойдет? Нет, сюда. Смотри, он подходит? Он подходит? Нет, я думал они будут плевать, но нифига. Давай посмотрим, что еще по достижениям у нас там есть. Кусту нужно еще что-то показать. Значит, видели все. Но мы еще не все посмотрели. Кусто примечательности свет с небес. Ммм, что это такое? Непонятно. Кусто примечательности древний извлекатор. А, древний извлекатор это где мы камень получили фиолетовый. Окей, окей, окей. Ого, что это тут происходит? Лягушачий крабий забег какой-то. А здесь вот у нас древний извлекатор. Смотри, вот он. А куда крабики-то так бегут? Вы куда, ребят? Вы что, переправа, переправа, берег левый, берег правый что ли? Так, не понял, смотри. У нас тут камень какой-то блестит, поблескивает. Что это такое? Так, подожди, цветочек. Почему он блестит? А я вытащил камень какой-то блестящий. И для чего он, интересно, нужен? Ладно, пускай здесь, видимо, кузнецу нужно будет его принести для чего-то. Непонятно пока для чего. Итак, мы на вершине с тобой, цветочек. На самом верху. Да, достижение получено. Видели все и свет с небес. У нас есть. Отлично. Ну все, цветочек, можно спускаться назад. Кусто примечательности, свет с небес, достижение получено. Четко. Четко, четко, у нас все четко. Мы прибежали к рыбаку. В надежде на то, что он поможет нам поймать рыбу. Колючую рыбу. Рыбак, ты где? А рыбака-то и нет. А подожди, я походу сам могу ловить рыбачить, да? Эх, никого здесь не оказалось. Жалько. Жалько. А можно мне... А, сюда, видимо, наживку нужно положить какую-то. Точно, точно. Что рыбы любят больше всего? Червячков. Конечно же, червячков. Пошли-ка за одним сбегаем. Червячочечки, червячочечки. Обойти их вот так вот сзади. Есть, поймал. Хо-хо-хо. Закидываем, значит, сюда червячка. А, давай. Ну, кладись же. Что-то не кладется. Ну, как-то... Да, блин, ну что такое? Он по размеру, что ли, не подходит? Или что? Ой, перекинул случайно. Может, пожирнее надо что поставить там? А? Или нужно было вначале туда вот такую вот штуку... Да, может, нет. Не знаю. Давай попробуем вначале поставить туда, значит. Во! Вот такую вот штуку можно поставить туда. Блин, а в эту штуку... Ну, я даже не знаю. Пойдем, короче, поболтаем с Таргашом. Может быть, у него поменялись интересы. Ему нужно что-нибудь помимо рыбы. Здорово, Таргаш. Тебе что-нибудь надо? Ура, гей! Ах, перо! Ну, перо-то я знаю, где достать. О, смотри, тут уже палатка. Это тот ученый, что ли, сюда прибежал? Ее же раньше тут не было. Помнишь, мы когда забег устраивали? Не было этой палатки. Как он сюда быстро прибежал-то ради птичек? Вот он, кстати, ученый. Смотри, я его встретил тут. Пока за пером сбегал, возвращался, а он здесь тусит. Что расскажешь? Ты удивлен, что за руины? Сюда нужен камень, думаешь? Ну ладно, я принесу сюда камень. Я знаю, где его достать. Таргаш, я притащил тебе перо. Держи. Гони бабло. Спасибо. Спасибо, монеточка. Так, монетку мне нужно отдать нашему строителю, чтобы он наконец-то смог купить материал и построить дом. Ааа, где этот дом-то, блин? Я запутался, мультя. Я забыл, где его дом. Где фундамент? Фундамент, фундамент. Где-то здесь вроде бы были. Вот он, вот он фундамент. Я притащил тебе монетку, держи. Ты счастлив? Что, будем строиться? Будем строиться? Давай, 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 строиться. Что делаем? Что делаем? Он достал пилу. Красава. Он строит крышу. Ну, четко. Давай, мастери. Я потом посплю, приду, посмотрю, что тут намастерил. По всей видимости, ему потом еще надо будет монету принести. Ну, кстати, как-то странно. Кто же начинает строительство дома с крыши? Обычно стенки, а потом крышу в самом конце. Так, Таргаш, что-нибудь еще нужно тебе? Подсолнух. Окей. Блин, уже ночь на дворе, а я несу подсолнух. И кажется, что я не успею. Это будет петель на петель. Таргаш, ты еще тут стоишь? Черт, он ушел. Эх, ладно, цветочек здесь тогда положу. А можно просто взять и... А, нет, я слишком правильный. Взять отсюда я ничего не могу. Ну что же там, строитель настроил что-нибудь? О, уже положено начало. Что тебе нужно? Рассказывай. Еще денег? Ладно, я пошел. Сейчас попытаюсь продавцу подсунуть подсолнух. Правда, уже день сменился. Я так полагаю, что каждый день продавцу можно что-то новое приносить. Он будет денег давать. Сейчас, я не буду у него ничего спрашивать. Просто возьму вот так вот. И попробую отдать ему. О, прокатило. Здорово. Спасибо, спасибо. Ты уже тут и спал, да? Я смотрю, матрас притащил. Ну ты, конечно, красавчик. На тебе еще денег. Все, продолжай строительство. Что ты будешь делать сегодня? Рассказывай. Рассказывай, что будешь делать сегодня. Продолжай. До сих пор крышу будешь строить. Ага, я понял. Прикинь, я здесь спать могу. На нем попрыгать еще можно. Здорово. Подожди, давай подрыхнем тогда. Ложись. Прямо на этот матрас. Прикольно. Я, короче, теперь на этом матрасе... О, уже и стенки построил. Красава, красава. Молодчик. По всей видимости, я теперь в этой квартирке могу спать, когда захочу. Что, еще денег надо, да? Да, еще денег надо. Ладно, пойдем у торгаша спросим, что ему еще надо. Торгаш, здорово. Что тебе? Ого. Блин, а где же я видел метеоритный... Все, вспомнил, где я видел. Пошли. Лягуха, ученый, я притащил. Притащил тебе камень. Смотри. Вот он. Куда его положить нужно? Показывай. Показывай, куда тащим. В смысле, это недоумевание? О, кстати, смотри, он, по-моему, засветился, что ли? Да, я когда подхожу с камнем, он засвет... Он светится. Ха. Так, ладно, он светится. И что дальше? Что мы делаем с камнем? Ты мне расскажешь или нет? Что дальше-то будем делать? Что, я зря камень тащил, что ли? Мадамбо. Блин, яйцо, что ли, тебе принести? Ладно, не вопрос. Вот есть птица. Птица тебе достаточно будет? Смотри. Вот птица. Нет, птицы недостаточно. Ладно. Пойду за яйцом схожу. Яйцо, яичечко. Хватаем и убегаем. Оп. Оп-оп-оп. Главное его не разбить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, птичка. Птичка, спокойно. Спокойно. Ой, там еще одна. Спокойненько. Вот, дружище, на яйцо. Надо тебе яйцо. Нет, не надо. Не надо ему яйцо. Ладно, я тогда аккуратненько здесь положу. Все. Все-все-все-все-все. Тихо, спокойно. Да что ты за мной бегаешь? Я яйцо положу. Так, камень мой. Если что. Так, ладно. Камень тогда, наверное, я здесь поставлю. Пускай он тут стоит. Раз тут все от него светится. И питается. А я побежал отсюда. Так-так-так. Ну что тут у нас на рыбалочке? Что-нибудь кого-нибудь поймали, нет? Чисто ради интереса посмотреть. Нет, походу ничего не поймали. Или там кто-то есть, нет? Не, нифига не поймали. Эх. А если туда кусочек меда положить, что-нибудь получится? О-о-о, мед. Прикинь, получилось мед положить. Ну-ка. Опускаем вниз. А теперь пошли спать. Утром прибежим и посмотрим, может получится поймать кого-нибудь. Настал другой день. И продолжает идти дождь. Как он меня бесит. Ну что, на нашу вкусенькую наживочку кто-нибудь поймался там, нет? Есть рыбка какая-то? Попалась. Попалась рыбеха, прикинь. Поймал. Поймал что-то. Кто это? Кто? Хе-хе. Хе-хе. Смотри, какую рыбу поймал. А, понятно. Тебе не интересно. Пойду торгашу ее отнесу. Может он это... Захочет ее купить. Торгаш. Смотри, какая рыбеха прикольная. Купишь у меня ее? Нет, не хочешь? Ну вот. Может мадаме предложить вам той прекрасной, которой... Хотя какая она прекрасная, она бесечая. Мадмазали. Вы хотите рыб? Нет, по всей видимости... Рыба, стой, стой, стой. Куда-то не уплывай от меня. Спокойно. Спокойно. Мадам. Мадам, вы хотите рыбы? Нет, она не хочет рыбы. Ну и все тогда. Никому ее не дам. Пускай здесь лежит. Слушай, в поисках метеорита я совсем забыл про эту лягуху, что ей нужно подношение принести в виде трех штук чего-то. Я сюда попытался положить гриб, но он сказал, нет, типа гриб точно не подходит. Кость? Нет, кость тоже. И у меня сразу в голове промелькнула мысль, а может быть это те подарки, которые хотела та барышня? Кусочек меда, кольцо и жемчуг. Может их принести сюда? Или может быть это ледяные кубики какие-нибудь, например? Я даже не знаю. Так, подожди, вот я самородок? О, нифига себе, смотри, чую. Я подобрал тот камень, который сверкал наверху и случайно его разбил. И в нем был алмаз? Подожди, его сюда можно положить? Нет, он сюда не... Может той барышне его отнести? Че, если предложить его торгашу? Нет, не хочет. Мадемуазель, подождите, подождите, у меня здесь для вас кое-что, кое-что интересное. Прикинь, прогонила. Голову отдала. Еее, наконец-то я забрал у нее бошку. Мужик, у меня есть для тебя еще одна бошка, смотри. Да-да-да, я ее все-таки вырвал из цепких лап той женщины. Поэтому вот. Еще одна бошка осталась. Блин. Тащил улей наверх, чтобы быстрее добежать. И думал, там его разобью и мед положу у алтаря лягушки. Ну, все, пошло по плану. Вот он, разбившийся метерит. Наконец-то я тебя нашел. Так, мед подождет. Надо монеточку быстренько забрать. Вау. Так, тихо не разбей. Ах, я забыл, что он хрупкий. Ну что, лягуха, давай проверим мою догадку. Мед. Нет. Значит, это другие предметы сюда. Мед точно не прокатит. А значит, и жемчуг, и кольцо тоже. Ну, конечно же, когда я уже притащил метеоритный осколок, он никому здесь не нужен. Потому что все ушли дрыхнуть. Эх, ладно, положу его здесь. Надеюсь, никто на него не будет покушаться. А сам пойду дрыхнуть. Да мне только сейчас дошло. А может быть, мы с подругой искали именно этот остров лягушачий? И я каким-то образом сюда попал чудесным. Ну, при помощи грозы, которая разбила мой корабль. Как бы... А уже утро, я проснулся, и бегу скорее торговать. Барышня, 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 покажите, где вы бриллианты носите. Покажите. Покажите. Чего, жемчуг тебе принеси? И чё? Зачем? Зачем я буду тебе жемчуг... А, я у нее спрашивал, где еще башка чучела. Всё, она говорит, типа, жемчуг принеси, и тогда я тебе расскажу. Ну ладно, принесу. Так, вот тебе, значит. Чё, уже не надо, что ли? А чё надо? Яйцо. А, ладно, побежал за яйцом. Вот, 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 вот тебе жемчуг. Рассказывай, где еще башка чучела? Где башка чучела? Нет, не прокатит. Всё, ладно, проехали. Она начинает попрошайничать. Значит, ты знаешь, у меня догадка, где еще башка чучела? Она, скорее всего, ну... Его надо снять с манекена. С того манекена. Вот с этого манекена, только я не представляю понятия, как это сделать. Может, у него кинуть что-то? Ой, блин, охранник идет. Нет, так не прокатил. Опа, я перепрыгнул. Попробуй поймай, попробуй поймай. Гантельку отсюда можно свистнуть, но зачем? Ну зачем? Пойду поболтаю. Охрана! О, о, зачем ты послал охрану, дружок? Что ты хочешь? А-а. И что взамен? Что ты мне дашь? Непонятно. Блин, ну яйцо принести, это, конечно... А-а, я же уже... Вот, подожди, я же тогда приносил яйцо и здесь оставил. Ну и хорошо. На полпути сходил. Я сейчас думал, пойду яйцо воровать, и меня эти курицы там заклюют. Их же там куча наверху. Они там охраняют же его хорошо. Но мне удалось избежать этого. Вот тебе яйцо твое. Давай деньги. Спасибо. Где там мой кореш, который дом строит? Братюнь, я притащил тебе еще денег. Да блин. О, держи. Значит, у нас здесь одна проблемка. У нас подсолнух имеется, но он не мокрый. Что с ним сделать правильно? Кинуть его в воду, и тогда он будет мокрый. Логично? Логично, вот, сработало. Чудесно. А еще я тут встретил, смотри, кого. Он уже сюда перебрался, крабом. Что ты хочешь рассказывать? Привет, привет. А, там остров. Да я его уже разведал. Иди туда, ходи один. Я там уже все пронюхал. А у меня дело не в проворот. Так что я погнал. Король, король. Я прибежал, я принес то, что ты хотел. Ты счастлив? Что, что ты мне... А, он на башку одел теперь эту фигню. А мне он перу отдал, который уже не нужен. Ну ладно, пусть будет. Может, я с торгашом потом обменяюсь. Кстати, смотри, сюда можно спокойно зайти, когда он тут тренится. Что ты там делаешь? Что ты там тренируешь? Если я ближе к нему подойду. Он сагрится на меня? Привет. Он такой, опа, нифига себе. Письмо? А, я типа задружился с этим... С королем. И теперь меня сюда можно заходить. Так, а любовное письмо? А кому ее? Наверное, той барышней, которая наряжается. Красоту себе наводит, да? А где она ходит? А где барышня? Она уже, наверное... Подожди, вон там кто-то. Это кузнец. Так, а где же барышня-то ходит? Вот, вот, держи. Тебе письмо. Нет, не тебе. А кому? А кому тогда? Подожди, а кому письмо-то отдать? Кому письмо-то отдать, любовное? Где любовное письмо? Это кто? Осколот? Нет, это не Осколот. У кого такие глаза? Кто? На кого это похоже-то? Я даже без понятия. Пойдем всем предлагать, что бы нет. Блин, у кого такие глаза? Так, тебе? Нет, точно не тебе. Так, надо перо вытащить. Сперва нужно перо вытащить. А, подожди, вот, это тебе, что ли? Торгашу? Торгашу? А, нет. Ну, подожди, торгаш тебе на... Нет, ему письмо любовно не нужно. Я даже не знаю. Ладно, перо тогда забираем, чего? Пускай здесь полежит. Надеюсь, его никто не прочитает. А я пошел дрыхнуть, короче. Да ладно, что, дом построим? Дом, милый дом. Нифига себе. Он построил дом. Я могу взять лягуху с собой. Или это его игрушка? Или это он мне дом построил? Подождите, минуточку. Это мой дом личный, что ли? Торган, подожди. Это дом для кого? Ну, у тебя же есть как бы... Он мне дом построил. И лягушку игрушку подарил. Лягушка-игрушка. Спасибо тебе большое, мистер. Спасибо. Вы очень добры. Так, а мне сейчас нужно найти, кому же задарить письмо. Отдать письмо. Кому отдать письмо. Кому отдать письмо. Может, вам письмо? Точно! Гляди-ка. Это подожди. Я думал, что вот эта лягуха, это... Ну, как бы, это мужик. А это женщина, что ли? И я, типа, теперь как посыльный, пересылаю их письма. Это пооборот. Так, ну, допустим. Ладно. Тот или та, кто рисует картины, это... Женщина, допустим. Либо в доспехах женщина. Короче, у меня сейчас тряхнул мозг. На две половинки. И у меня сломалось все в башке. Я даже не понимаю, что происходит сейчас. Кому я письма любовные приношу и отношу? Так, тебе письмо, на. О-о-о. Не, ну это точно мужик. По голосу слышно, что мужик. Он побежал, все. Любовь морковь у них. Что, все, на свиданку побежал? Да, на свиданку. К ней. Ну, ладно, иди. Так, раз он отсюда ушел, может, я смогу снять теперь? Да, ништяк. Да, ништяк. Все. Круто. Все башки чучел я собрал. Друган, последняя башка, я ее принес. Что скажешь? Ты рад? Он очень рад. Вот я ее ставлю сюда. Все. Ты теперь можешь успокоиться. Что ты мне глазки крестиком лешь? Пошел дрыхнуть? А, все, у него теперь работы нет, и он пошел спать. Ну, иди, спи. Хотя он что-то... А, он вон, он прям под кустами лег? Ну, понятно. Короче, раньше у него была работа, а теперь он просто будет дрыхнуть. Ну, ленивая жопа. Ну, что, любовничек, ты идешь к своей любви? А я пойду у кораблика, посмотрю, какие еще задания мне нужно сделать, чтобы отсюда отходить. Очкарику помочь. Блин, а что ему помогать-то? Что ему помогать? Я вроде бы и камень приносил тогда, и... Ой, не знаю. Так, сейчас посмотрим, что тут будет за любовная история. Он просто будет ее охранять здесь, стоящая. Вон, твоя любовь пришла. Да, он здесь. Что, вы подойдите к друг другу, что ли? Да. Любовь на расстоянии, как говорится. Я думал, они обнимутся там, поцелуются, но нет. Что, пойдем к качкарику тогда. Будем мы пытать его. Всем ему помочь нужно. Ну, еще я тут увидел. Подсолнухи. Ммм, подсолнухи. Прикинь, прикольные подсолнухи. И что? Хочешь, сорву. Смотри. На. Надо подсолнух? Подсолнухи растут на солнце. Ну, как бы, да. И что? Что дальше-то? Короче, по всей видимости, нужно ему. А, ну, сейчас я тебе покажу, что будет, если будет дождь. Сейчас, минуточку. Минуточку, секундочку. Вот. Если пойдет дождь, то вот что с ними и станет. Это будет макро-лнухи. Я их так называю. Смотри, вот. Вот что будет. Наконец-то. Лягушачьи солидарны. Все получилось. Да. Я теперь могу с этого острова сваливать. О-хо-хо. О-хо. Все. Я всем помог. Все довольны, все счастливы. И как раз еще день. А мне же как раз только днем надо отплывать. А, нет. Мне нужно отплывать в свою хорошую погоду. Блин. Ну, вот эту игрушку, лягушку я с собой, наверное, заберу. Это так мило. Игрушка строителя подарил мне. Сам себя. Только в миниатюре. Так, значит. Я тебя сейчас сюда толкаю. Сюда. Как-то вот, если возможно это сделать. Да. Все задания выполнены. Так. Лягушка, игрушка. Кладется туда. А мы отплываем. Все собрались. Все, с кем я взаимодействовал. Все, кому я помогал. Ну, все. Спасибо вам. А я поплыл. О, со мной еще этот поплыл. Исследователь тоже на лодке. Ну, круто. О, мы банды плывем. Смотри, какой. Там вон игрушка лежит. Бутылка. Этот исследователь со мной плывет. Вон, все исследует дальше. На следующий остров, видимо, поплыли с ним. Ну, хоть какая-то компания. Прикольно. Блин, игрушка классная. На самом деле, поднимает настроение. Хоть и сны такие печальные снились. Они хотя бы рассказали нам предысторию, откуда у нас куст. Почему он с нами путешествует. Все встало на свои места. Ну, а если тебе понравилось, то не забывай поставить лайк. Подписаться на канал. Подписаться на Яндекс.Дзен, куда дублируются ролики. Ну, и увидимся в следующих играх. В следующих роликах. Так что, до встречи. И хорошего тебе дня. В следующих роликах. Продолжение следует...